Ревность это значит любовь, ревнует значит любит, не ревнует значит не любит, ревность это хорошо или плохо. И как только мужчина там будет смотреть в сторону какой-то женщины, я буду устраивать ему там концерт, например. У вас еще нет отношений, вы только общаетесь, а он уже там, ты моя, туда не смотри, туда не ходи. Да я тебе не изменяю, да я тебе верная, да все нормально, да что ты начинаешь? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях и прямо сейчас я хочу озвучить свое мнение, свое видение на тему ревности, развеять некоторые мифы и направить тебя на более эффективный вектор развития, чтобы откинуть шелуху, которая тебе мешает, чтобы было в жизни больше ясности, счастья, благополучия и любви. Первая ревность это неуверенность в себе, то есть когда человек, он не может себе признаться, ну я не уверен в себе, да я боюсь, что меня бросят и поэтому я назову это ревностью, я ревнивый. Но что кроется за ревность? Вот один из пунктов, который может крыться за ревностью, это неуверенность в себе, это одна из причин, почему мужчина может ревновать. И то же самое девушки, если взять девушек, большинство женщин, девушек, почему они ревнуют? Потому что они неуверены в себе. Почему так девушки переживают многие за возраст? Потому что нет уверенности в себе, потому что нет ценности себя, потому что девушка думает, я была классной, потому что мне было 20-25 лет. Потому что она убеждена, что классные женщины это молоденькие женщины, а я не молоденькая, мне уже там за 30, ну в ее понимании, да, значит я не классная. И я поэтому неуверена в себе и соответственно я буду ревновать. И как только мужчина там будет смотреть в сторону какой-то женщины, я буду устраивать ему там концерт, например. Поэтому первая причина это неуверенность в себе. Следующая причина это, ну есть вообще в принципе патологические ревнивцы. Я считаю, что это вообще в принципе болезнь, патологическая ревность. То есть есть мужчины, которые, ну просто он прям с первого свидания, у вас еще нет отношений, вы только общаетесь, а он уже там, ты моя, туда не смотри, туда не ходи, все там, сообщай, что ты там делаешь, давай мне отчет. И в начале, если девушка неосознанно, ей это очень приятно, она думает, ой как приятно, какая теплота, какой мужская такая сила, контроль, так ей приятно. Но потом она плачет из-за этого, потому что она понимает, что она сама себя загнала в клетку. И если мужчина ревнует на полном серьезе, прям с первых этапов взаимоотношений, я считаю, что это скорее опасение, это скорее не очень радостный нюанс, чем повод для радости и для восторга. Следующая причина ревности может быть, это когда женщина реально провоцирует. Специально или не специально провоцирует. Что это значит? Например, мужчина привлекся на твои красивые формы, на твою красивую фигуру. Например, он написал тебе в инстаграме, у тебя там супер сексуальные фотографии. И ты на это его привлекла, и у вас там начались какие-то отношения. Большинство мужчин, что ожидает в этом плане? Он ожидает, что ну вот, ты же меня нашла, поэтому, пожалуйста, больше не показывай там особо свои формы. А женщина продолжает это делать. Например, это один из способов провокации. И понятно, что мужчина будет испытывать ревность. Или она, когда выходит на люди, хорошо одевается, красится, да, или на встречу с подружками, или на работу, она вся из себя. А когда дома с мужчиной можно быть неухоженной, можно быть там не при параде. И тогда это тоже один из способов провокации ревности у мужчины. Когда женщина специально или не специально провоцирует. Или же неочевидный способ провокации мужчин, это когда ты его сравниваешь с другими. Это когда ты восхищаешься другими мужчинами. Это когда ты восхищаешься там стоматологом, спортсменом, бизнесменом, начальником, подчиненным. Хвалишь его, да. И то есть, когда ты сторонним мужчинам даешь больше признания, чем своему мужчине. Это одно, один из признаков поведения, который у мужчины может вызвать мысль о неверности. И тем самым провоцировать его ревность. Это тоже одна из причин. И я не говорю, что это оправдано, что это абсолютно нормально, что если ты провоцируешь, то мужчина должен быть ревнивым. Я считаю, что это ненормально. Я считаю, что в нормальных отношениях нет места ревности. Да, бывает наигранная ревность. Это когда ты понимаешь, что твоему мужчине приятно, и вы изображаете ревность, да, какую-то некую ролевую игру. Здесь я не беру это в счет. Но когда реально у одного из партнеров есть ревность, причины я перечислил. Это ни к чему хорошему в долгосрочном плане может не привести. Если у тебя есть ревность, как у женщины, лучше это прорабатывать на хороших тренингах. Это мы подробнее разбираем также на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по ссылке, чтобы успеть записаться бесплатно. И знаете, вот многие девушки, они пытаются как работать с мужской ревностью. Он ревнует, она ему говорит, да я тебе не изменяю, да я тебе верная, да все нормально, да что ты начинаешь. То есть она что делает? Она начинает объяснять последствия. Но лучше перед тем, как работать с последствиями, разобраться, а что есть причины его ревности. Проси, дорогой, слушай, а скажи, а каким образом, может быть, я провоцирую в тебе ревность? А что в моем поведении, в моих словах, в моих проявлениях создает у тебя впечатление, что я неверна? Создает поводы для ревности. Дай мне, пожалуйста, понять, чтобы я могла это исправить. Да, потому что я хотела бы, чтобы ты понимал, что у нас все хорошо и нет поводов для ревности. И тогда ты, он говорит, да, слушай, ты там, например, когда идешь в гастроном, красишь губы красной помадой. И я не понимаю, зачем тебе это, ты же идешь в гастроном за хлебом и за молоком. Например, да. То есть ты тогда понимаешь, что делать, как с этим работать. Если мужчина совсем не ревнует, плохо ли это? Я считаю, что это скорее нормально, чем ненормально. Скорее всего, если тебе важно, чтобы мужчина ревновал, значит, скорее всего, тебе не хватает внимания мужчины. Скорее всего, тебе не хватает его любви. И тебе кажется, что если ты будешь провоцировать ревность, да, это признак чего-то хорошего. На самом деле, я так не считаю и не советовал бы через ревность вызывать в мужчине любовь. И также это один из способов манипуляции слабых мужчин. То есть мужчина может тебе ничего не давать, он может не выполнять своих мужских функций в отношениях, но при этом он может быть очень ревнивым. И девушке там плохо, да, он там деньги не зарабатывает, ни к чему не стремится, например. Она страдает, но зато ревнует. А если ревнует, значит, любит. И, знаешь, особенно это круто влияет на девушек, которые в детстве, они недополучили любви от родителей. Да, они вообще не знают, а что такое любовь. Да, у них есть представление, там, любовь, это какое-то тепло, это радость, это какая-то эйфория, это какие-то объятия. Но, по-честному, у них не было опыта проживания истинной спокойной любви. И поэтому у нее глючные ассоциации любви. И поэтому достаточно ей, чтобы мужик какой-то там неадекватный ревновал, и ей будет как-то тепло, о, эмоции, о, что-то похожее на любовь. Она так не мыслит, а там быстро проходит в теле реакции. И ну все, тогда, ну да, они идеальные, да, страдают, да, терплю, да, тиран, да, изменяет, да, там, деньги не зарабатывает, да, еще какой-то. Зато любит. Что такое любовь? Любовь это когда я люблю, и мне от этого хорошо. Я не страдаю, и человеку комфортно рядом, и все у нас прекрасно. А если я как бы вроде бы люблю, но при этом страдаю, но при этом терплю, но при этом моя самооценка понижается, я теряю большое количество сил, я постоянно о чем-то думаю, переживаю, страдаю, агрессивничаю и так далее, и при этом где-то есть чувство тепла, я бы не называл это любовью. Это какое-то уже отклонение от любви. Поэтому, если ты считаешь, что все-таки ревность это любовь, окей, это твое мнение, ты имеешь право так думать. Я считаю, что ревность это ревность, это ненормально, это аномалия, это отклонение. А любовь это прекрасно, любовь это любовь, и то, к чему есть смысл стремиться. Но не пытайся, пожалуйста, создавать любовь к себе или любовь к партнеру через ревность, потому что если ты это делаешь, это манипуляция, это махинация, и на любую махинацию, манипуляцию, ты в ответ будешь получать плюс-минус то же самое. Учись создавать любовь не через войну, учись создавать любовь не через провокации, учись создавать любовь не через сражение, не через терпение, не через ожидание и не через надежды, а научись создавать любовь через становление себя как автора жизни, который начинает себя, трансформирует себя, меняет себя, раскрывает себе все лучшее, и мир отвечает взаимностью. Если важно в этом разобраться более подробно, мы это разбираем на протяжении нескольких вечеров на бесплатном онлайн-курсе, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться бесплатно. Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!